Как правило, монтаж отнимает наибольшее количество времени и сил, если мы рассматриваем продакшн. Это очень долгое, нудное и часто рутинное занятие, которое долго не вознаграждает твой мозг дофамином. Пока отсмотришь исходник, подберешь нужные дубли, соберешь монтажную рыбу, подберешь музыку. Короче, данный процесс нужно максимально оптимизировать, чтобы на творческую часть остался запал. Поэтому сегодня для этого мы с тобой разберемся, какие ходки есть на вкладке Edit. Я тебе расскажу о том, какие я считаю самыми важными и в принципе постараюсь раскрыть эту тему. Меня зовут Клинчев Даниэль, я рад приветствовать тебя сегодня на канале и давай разбираться. Я уже делал как-то видео про режимы триммингов DaVinci Resolve и затрагивал тему с ходкеями, но на мой взгляд недостаточно полно, потому как тогда все-таки речь шла о нарезке исходников, а это всего лишь малая часть из всей работы над проектом. Ну так вот, сегодня поэтому обсудим с тобой ходкей. Заходим с тобой в DaVinci Resolve. Я уже сюда забросил несколько своих старых футажей. Перед началом, наверное, важно говорить еще несколько моментов. Первое. Мы не будем обсуждать прям все ходкей. Это долго и не нужно на самом деле. Разберем с тобой, как я считаю, самые важные команды, которые действительно помогут ускорить рабочий процесс. Второй момент. Ходкей работает на английской раскладке. На русской с ними бывают проблемы, поэтому обращай на это внимание. Мой вариант кастомизации можно будет сохранить. Я в описании оставлю ссылку. Качайте, пользуйтесь. Так, теперь непосредственно сами ходкей. Находятся они в верхнем левом меню. Борт Кастомизейшн. И у нас появляется сама раскладка. Если ты перед этим работал в премьере, то тут можно выбрать пресет, в котором используется ходкей, перенесенный из премьера. Если ты до этого не правил ходкей, то у тебя будет стандартный вариант DaVinci Resolve. Я данным вопросом занимался, и у меня используется мой вариант под моим же именем Даниэль Калиничев. Обрати внимание, здесь можно сохранять пресет. Настрой как новый. Здесь можно импортировать пресет и экспортировать, ну и также удалить, естественно. Как я уже говорил, напоминаю, мой пресет можно будет найти по ссылке в описании под роликом. Ниже отображается непосредственно сама клавиатура и два окна, потому что слева можно понять, какую конкретно команду выполняет тот или иной ходкей. Выбираем, допустим, клавишу L, и тут у нас сразу отображается команда. Переходим в правое нижнее окно, и тут у нас большущий список команд, в котором просто охренеешь разбираться. Для того, чтобы им было удобнее пользоваться, рекомендую пользоваться поиском. Советую по ходу работы как можно чаще им пользоваться. Искать команды, которыми ты чаще всего пользуешься, и если команд нет, то назначать их на клавиши и сохранять себе. С этим окном мы пока что закончим. Изменения я никакие сохранять не буду. И первое, что я бы хотел тебя попросить сделать, это зайти в меню Workspace, найти строчку Show Page Navigation и убрать отсюда галочку. Теперь у нас с тобой пропала нижняя строчка с отображением вкладок, и это хорошо. Теперь, чтобы переключаться между вкладками, используем клавишу Shift и цифры от 1 до 9. Shift плюс 1 — это Project Manager, Shift плюс 2 — вкладка Media, 4 — Edit, 9 — Settings и 8 — это Render. Ну и так постепенно ты привыкнешь переключаться. Во-первых, это освобождает рабочее пространство, в-третьих, это просто ускоряет переключение между вкладками. Когда мы отсматриваем материал и импортируем его на таймлайн, нам нужно периодически вьюер переключать на просмотр исходников или просмотр таймлайна. Для этого используем клавишу Q. Вот таким легким движением. Так у нас таймлайн, так у нас идет исходник. Выбрав нужный момент на исходнике, мы можем выбрать его начало на клавишу I и конец на клавишу O. Легко запомнить и IN, O, OUT. Чтобы импортировать клип, вместо плейхеда со смещением нажимаем клавишу F9. Чтобы также импортировать клип на таймлайн, но без смещения, используем клавишу F10. Чтобы наш клип ничего не смещал, не заезжал на другие клипы и так далее, используем клавишу F12. Тогда у нас клип импортируется на следующую дорожку после самого верхнего под плейхедом клипа. Примерно вот так это работает. Он просто импортируется на следующую дорожку. Для включения и отключения магнита используем клавишу N. И попрошу тебя обратить на это внимание. Это прям суперполезная команда, упрощает жизнь просто многократно. Для проигрывания таймлайна у нас три клавиши. J в обратную сторону, K, K, стоп, и L вперед. Для ускорения нажимаем несколько раз. Когда нам надо в десятый раз осмотреть ролик перед рендером, эти клавиши суперкруто помогают. Для перемещения по склейкам используем клавиши вверх-вниз. Стрелками вперед-назад у нас происходит по кадровое перемещение. Клавиши A у нас это просто мышка, Selection Mode. Клавиши P это Blade Mode. По дефолту Blade Mode стоит на B. Но Евгений Тен подсказал мне очень удобную фишку, а именно переключить на P. Просто потому, что рядом расположены квадратные скобки, на которые назначены команды Trim Start и Trim End. Я уже об этом тоже рассказывал, но фишка действительно удобная и лучше повториться. Trim Start подрезает клип в начале и в конце. D. Соответственно, со смещением. Если нужно нарезать исходник с одной камеры и какую-нибудь говорящую голову, прям кайф. Берите на заметку, пользуйтесь на здоровье. Backspace. Удаляем клип. Shift плюс Backspace. Удаляем со смещением. На клавиши D включается и отключается проигрывание выбранного кусочка, например, данного. Клавиша R для меню скорости. Стандартный аудио или видео переход — это у нас Ctrl-T и на Mac Command-T. Тогда у нас накидывается Transition по дефолту. Кстати, про то, как настроить стандартный переход, я рассказывал тебе в предыдущем видео. Вот здесь появится. Как настроить DaVinci под себя. Переходи, смотри и настраивай стандартный переход. Сохранить кусочек в буфер обмена. Ctrl-C или на Mac Command-C. Ставить на месте Playhead'а Ctrl-V или Command-V на Mac. Если нужно сохранить из клипа изменения, то есть цветокоррекцию, допустим, или эффекты, также нажимаем Ctrl или Command-C. А вот вставляем уже на Alt-V. И Option-V на Mac. Режим тримминга. Клавиша T. Я рассказывал, что это уже упомянутом видео. Очень удобная штука. Покадровое перемещение кусочка на клавиши с русскими буквами B и U. Я к своему стыду не знаю, как называются эти символы. Наверное, кавычки. Поэтому обзовем их просто русским обозначением. Shift-B или U перемещает сразу на 5 кадров. Но я не часто эту команду использую. Это больше так для общего развития. Там больше всего все-таки удобнее покадрово. Чтобы создать Compound Clip, команды отдельной нет. Но я назначил ее на клавишу H. Давай заодно посмотрим, как это делается. Находим в меню Compound Clip. Давай удалю сразу. И тут можно установить. Нажимаем клавишу H. И сохраняем. Теперь очень быстро на одну клавишу у нас с тобой создается Compound Clip. В один клик буквально. Это не моя придумка. И, к сожалению, я не помню ютубера, который мне это посоветовал. Но передаю вам. По-моему, это очень крутая и удобная штука. Если вспомню, я его обязательно отмечу здесь титром. Чтобы установить маркер, нажимаем клавишу M. Если кусок не выбран, то маркер установится на сам таймлайн сверху. Чтобы открылось меню редактирования маркера, в котором можно его цвет изменить, настроить длительность и так далее, второй раз нажимаем M. на месте маркера. Мало ли ты забыл, это все сейчас происходит именно на английской раскладке. Я просто часто об это спотыкался, поэтому просто на всякий случай тебе напоминаю. Чтобы отметить кусок таймлайна, I для начала и O для конца отмеченного отрезка. Чтобы их убрать, нажимаем клавиши Alt-I и Alt-O. Тогда у нас уберется выделение. Пометить кусок таймлайна можно также с помощью маркера. Это не то, чтобы очень сильно относилось к теме Hot Cave, но просто удобная штука. На месте маркера второй раз нажимаем клавишу M и просто устанавливаем длительность, допустим, в одну минуту. Таким образом, у нас установилось выделение целого отрезка с помощью маркера. И можно также здесь устанавливать маркеры на его месте. И очень удобно сделать какую-то заметку. Допустим, вставить титр. И на протяжении всего этого выделенного отрезка у нас будет эта заметка. Ну и на этом у меня на сегодня все. Надеюсь, данное видео оказалось тебе полезным. Ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся, чтобы издать новых видео. У меня уже написано несколько сценариев. В ближайшее время еще тему Hot Cave затронем и обсудим. В комментариях попрошу тебя написать, что я не указал. Может, у тебя какие-то тоже крутые, интересные идеи есть по поводу Hot Cave и как их можно интересно оригинально использовать. Ну или просто все, что ты хочешь, можешь написать в комментариях. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok